Держись, 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 держись! Чуть-чуть осталось. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики! Я рад вас приветствовать в новой игре, на которой я хочу сделать летсплей. Она называется Iconero Demon Hunters. Ну что ж, сделана она знаменитым Американом магии. С его новой студией Spicy Horse. Является она бесплатной, можете скачать в любой момент и поиграть сами. Меня она заинтересовала, так как я люблю произведения Американом магии, такие как Psychonauts, Алиса, да и многие другие, но они менее такие популярные, такие как Bad Day LA и еще, наверное, парочка, не вспомню, к сожалению. Ну что ж, вот так вот мы начали, давайте создадим нового персонажа. Представлено у нас здесь три вида. Proless – это персонаж с двойными топорами. Мастерство у него на два оружия и среднюю броню. Упор делается на урон, именно. Написано, что они являются последовательными. Red Girl, может быть, красной шапочке, ну, все возможно. Они руководствуются храбростью и скиллованностью, в общем. Следующий у нас Fortitude. Это являются, видимо, танком. Тяжелая броня, двуручное оружие, увеличивают броню. И третье – это Cunning. Follower of the Dark Huntsman. Ну, какого-то темного охотника, видимо, последователя. Мастерство у них – Dueling. Ну, не знаю, дуэли, видимо. И легкая броня. Бонусы увеличивает скилл, то есть критический урон. Шанс крита. Вот так вот. У каждого есть начальная обилка, можно здесь посмотреть. У Cunning Steady Shot, Fortitude, Iron Thorns и Proless Rain of Blows. Ну, собственно, ничего особенного. Rain of Blows – это быстрые удары по множественным целям. Iron Thorns атакуют, видимо, из-под земли смертельными шипами. И Steady Shot, ну, понятно, просто выстрел из лука, видимо. Хотя здесь у персонажа я лука не вижу. Конечно, графика довольно, я вам скажу, ну, не очень. Геймплей будет проходить у нас в изометрии, похоже на Diablo. Анимация неплохая, отмечаю, да. Хочу я выбрать, значит, Калин. Сейчас придумаем уник и начнем. Еверный. Посмотрим, доступен ли этот ник. Да, отлично, мы создали персонажа. Хотим ли мы начать туториал? Ну, давайте начнем туториал. Добро пожаловать, Red Hunters, красные охотники. Завершение миссии разблокирует сложную сложность, называемую уровнями угрозы. Повышая уровни угрозы, предоставляет нам новых врагов и более лучшие награды. Читаем комикс. Чтобы лучше охотиться, охотиться одному, ни одному человеку недоступно контролировать природу, даже самый храбрый должен кое-чему поклониться. Вперед. Экейн Баунти Мастер говорит нам. Охотник, иди сюда. Благодарю тебя за то, что ты прибыл. Томми Вилледж находится под атакой волков, которые призваны какой-то демонической злобой или пропитаны какой-то демонической злобой. Вместе мы должны отбить их. Окей. Элдер Шаман Пен. Приветствую, охотник. Мы рады, что ты прибыл. Я надеюсь, что не слишком поздно. Хватит болтать. Давайте очистим деревню. Атакуем. Ну тут нам говорят, что левой кнопочкой нужно бегать. И можно держать, чтобы он бежал. Ну, как в общем-то в Диабло. Атаковать, понятно. Ну, нажимать и держать. Это чтобы атаковать постоянно. Шифт с атакой, чтобы держать позицию. Левой кнопкой, то есть правой кнопкой. Использовать обилки. Да-да-да, все как в Диабло. И следить за ХП. Вот и все. Также следить с энергией. Без энергии нет обилок. И в общем здесь можно к меню еще подойти. Так, посмотрим. Это что я у нас нажал-то, елки-палки. Нажимаю на A. Попадаю вот на такое меню. Видимо, это экипировочка у нас. Да, на максимальном разрешении я, конечно, скажу, что все это выглядит довольно... Ну, не очень. Потому что на 1920 на 1080 мы уже видим у нас вот такие вот моменты. Видим, что у нас пикселечки видны и прочее. Демонические существа, называемые Йокай. Что-то прибыли на остров. Когда Йокай умирает, их кровь кристаллизируется. Формируя карма шарц. Которые нам, в общем-то, тоже нужно собирать. Да, по поводу вот этих карма шарц, их можно, конечно, тоже купить. Вон здесь есть кнопочка Get Karma. Мы можем купить ее за реальчик. У нас такой вот интересный. Так, карма шарц можно использовать на прокачку абилити, на прокачку хп, ну и на броню, конечно. Так, отправляемся дальше. Какие у нас тут абилки? 1, 2, 3, 1, 2, 3 или что? Что у нас? Ага, понятно. Давайте наверх. А, вот у нас абилочка. Самонаводящаяся, кстати говоря. Бум! Ага, у нас закончилась энергия и мы можем делать только, только пуп-пуп. Пуп-пуп. Не, никакого урона. Ну, мало очень урона. Здесь тоже можно наносить урон. Ой, какой наносить урон, чё я говорю. Здесь тоже можно, как в Диабло, видимо, есть аукцион. Можно, вот видите, мы набиваем хомба разные. Также здесь можно пвп устраивать. Короче, блин, походу, Американ Маги сделал себе клон Диабло, вот и всё. И, наверное, да, если бы я захотел поиграть, я бы поиграл скорее в Диабло. Ну, сейчас посмотрим, может игра как-то себя покажет с новой стороны. Так, чё-то мы здесь пройти не можем никуда. А что у нас на двоечку-то? А, это Эй, это у нас как раз... Ага, вот наша обилка SteadyShot. Собственно, группы. Группы какие-то можно тут выбрать, опять же. Я, к сожалению, что-то не вижу, где у меня эта обилка находится. Потому что на однушке у меня вот весь мешок мой. Здесь можно что-то крафтить. Да, да, качество, конечно, вот, картинки не совсем хорошо. Может, я что-то не настроил, но я поставил максимальную, как бы, графику при начале. Может, конечно, что-то и не настроил. Не знаю. С, С, что у нас на С? С, это у нас статистика наша. С, ага, рекорды и прочее. Т, ещё у нас есть, которая не открыта почему-то. А, вот наша способность, господи. Справа от экрана, вот она. Вот и всё. Можно левую кнопку её активировать. Блин, ну как в Диабло. Я вот не могу, не могу перестать повторять, что как в Диабло, как в Диабло. Ну, потому что действительно всё именно так. Всё вот точно так. Отходим. Всё, всё, как в Диабло. Продолжаем зарубливать. Чё-то я стреляю, а они отлетают уже после. Собираем мы эти шардики. Ну, здесь, да, здесь, видите, шмотки не падают. Как, по идее, ну, в Диабло происходит. Там вообще куча всякого шматья вываливается. Куда его девать, понятия не будет. Так, тап можно нажать. А, это менять обилки. Ну, у меня вот только одна, что ли, эта обилка. Чё-то я как не подойду к какому-нибудь месту, так ничего тут не происходит. Кроме как убивать бен-монстров, ничего не происходит. Пока что как-то скучновато, конечно. Элдер Шаман Пэн. Ты показал себя хорошо, но много, короче, испытаний ждёт тебя на Йоми Айланд. Вот возьми это. Это амулет, который пропитан кармической сигнатурой Йоми Вилледж. Ты можешь использовать магию с помощью амулета, чтобы телепортироваться на разные чекпоинты острова. Также это может вернуть тебя на деревню. А после твоего морского путешествия и боя ты должен отдохнуть ночью. Утречком поговори с баунти-мастером. Окей. Возвратиться в деревню. Вернулись мы в деревню. Тут у нас деревенька какая-то. Он говорит, что новая миссия у нас есть. Никого я, конечно, кроме... Кроме них не вижу. Интересно, могу ли я... Что это такое? А, вот! Можно играть в этом, конечно же. Можно играть в кооперативчики. Вот я здесь, например, выбрал каких-то чуваков совершенно рандомных, которые вместе со мной сейчас находятся в этой деревне. И можно также здесь поставить фильтр по своим или только друзьям. Меня, конечно, сейчас никто не зафрендил, а только начал. И да, можно играть в кооперативчик. И вот кнопочка добавить игрока. Так, посмотрим, что у нас здесь. Крафтинг-шоп скоро откроется, пока он закрыт. Спасибо за помощь. Базарят нам. Посети наш итем-шоп. Да, вот наш магазинчик. Здесь даже зеленочка небольшая продается. Это мечи, 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 мечи. Они все являются мечами. Видимо, ну да, нам доступны только мечи. То есть нет. Хотя нет, вот можно выбрать что-то другое, конечно. Плащики тут у нас есть. Хороший. Хороший плащик. Небольшой добавляет реген энергии. Статьи. Начальные характеристики защиту добавляет. Вот такие вот шмоточки. Все это, конечно, за карму покупается. Хорошо, конечно, что эту карму можно просто нафармить или купить, как мы хотим. Так. Посмотрим, что здесь еще. Да, вот можно купить какой-нибудь меч, например, с уроном 4.20. И показывают наш урон. Здесь... А, здесь... Нет, не понимаю, кстати. Смотрите-ка. Урон здесь 4.20, а у нас 10.16. Лучше 10.16, чем 4.20 на самом-то деле. Так, в магазинчик мы заглянули. Здесь какой-то вендор. Вендор готов. Spirit Helper. Что он делает? О! Можно купить какого-нибудь сумончика. Там киса. Длительность 30 минут. Увеличивает скиллы. Нифига себе, она стоит 320. Или собака. Тоже 30 минут, 250 уже стоит. А эти закрыты. На них требуются другие уровни. Здесь 4, здесь 8. Да, интересно. Посмотрим, что здесь еще. Способности, опять же. Жадный... Жадный удар какой-то. Что-то такое. Scene Red. Ну, слушайте, стоят они вообще хорошо так. Вот наши способности. А я, то есть, могу что, и в другие прокачиваться, что ли, выходит? Может быть, кто знает. Да, вот такие у нас урон... Фу, уроны, говорю. Вот такие у нас способности. Stinging Shot. А это отравляющий выстрел. А тут что-то не написано. Сколько мне, в общем... Сколько он урона наносит отравлением. Это Weapon Master. На двуручное. На дуэлин. А, ну, дуэлин, это на катану. На катану, в общем. Чтобы изучить. И да, вот, оказывается, мы можем выучиться в другие, но уже как бы с нуля. То есть, то у нас уже есть первый уровень, а здесь просто с нуля. Ну, это неплохо, конечно, что ты можешь взять как бы любой класс, а потом переучиться, ну, кого хочешь. Это классно. Конечно, да, кастомизации немного не хватает, но, собственно, в этой игре кастомизация, в общем, на фейс никогда смотреть не будешь. Давайте миссию возьмем, что у нас там. Разблокировать... О, как! То есть, это за, опять же, за карму все разблокируется. Прекрасно, прекрасно. Так, ну, вот сюда мы перейдем. Объекты миссии, то есть, задания миссии. Вот наша награда. Че-то мало как-то совсем. Местные банды волков, короче, достали всех. Чем-то они там поражены и, короче, хотят всех сожрать, будто они так не хотят сожрать. Разведайте окрестности Сигемори-Виллодж. В общем, прошли... прошло много дней с последнего их, в общем, не знаю, выхода... Выхода в эфир, я не знаю, что там, контакта. Написано... Страх питает зло. Че дальше там? Че-то... Mindless Savager of the Mass. Не буду путать вас, не буду говорить всякую ерунду. Короче, какая-то жажда крови и все такое. И, в общем, что-то хотел Американ Маги этим сказать, но сделал в итоге клон Диабло. Просто чудесно. Нет, вот мне интересно, чем они руководствовались. Да, мы делаем клон Диабло или что? Вот мне это, конечно, интересно, на самом деле. Путь заброшенный. О, какой кошмар. Путь заброшенный. О, видали? Я выстрелил, а он потом только отвалился. Это че такое? Ууу, карма. Еще больше кармы. А действительно, нафига тут какие-то шмотки делать? Если можно, просто карму эту везде пихать. И все. О, не, смотрите-ка. Самурай Грифс. Где у нас тут мой вещмешок? Вот, Самурай Грифс. А, это ересь какая-то. У нас такой же. Че нам... Зачем нам ее менять? Даже я не понимаю. Менять нам ее нет смысла. Вообще нет смысла. В общем, да. Неплохо мы их рубим. С помощью наших скиловичей. А, у нас, да. Кончилась наша энергия. Ух, нифига себе. Слушайте, нифига себе. Вот это жестко вообще. Слушайте, че-то их дофига вообще. Дофига. Дофига вас. Че-то вас очень много прям, ребят. Кошмар. А мне вас, кроме как, кликами забивать. Пять киллов там. Гуд. Ну, комбо. Комбо тоже, конечно, неплохо. Я, к сожалению, не помню, есть ли комбо в Диабло. Че-то я забыл совсем. Наверное, есть. Че бы и нет, на самом-то деле. Так. А хп нам откуда брать? Вот вопрос еще, кстати. Дополн... А, вот они. Давай, забивай, забивай, забивай. Отлично. Еще что-то выпало. Шапка какая-то. Ну, у нас все это уже есть. Это у нас уже все есть. Все это у нас уже... Все это уже выбито до нас. Ничего себе вас тут... Вот это жесть, слушайте. Жесть. Сколько их вываливается. Четыре убийства. Да. Входим еще. Всякие, в общем, разрубаем. Ну, тоже, опять же, что я могу сказать. Как в Диабло. Как в Диабло. Возможно, я мало играл в такие игрушки. Ну, как возможно. Да, я мало играл в такие игрушки. Кроме Диабло, по-моему, в такого типа игры ты не играл. Да, в общем-то, и не особо хотелось. Ну, да, я, конечно, думал, что это больше похоже на ММО. Но, как видите, у нас очередной клон Диабло получился. Причем, я вам скажу, не самый лучший. Да, наверное, это все сделано в расчете на корейцев. Там, я не знаю, кого. В Шанхае, по-моему. У него студия сейчас находится. Делает он игры в Шанхае. Убиты, но не съедены. Волки так не поступают. Как волки поступают? Да емае, они отовсюду выскакивают. Просто достали уже. Типа, так и должно быть. Так и должны волки действовать. Они сейчас убьют просто и все. Потому что я, кроме как закликивать их, я не знаю, что делать. Видимо, наверное, так и надо. Потому что я в Диабловича только так и делал. Закликивал. 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 Я не понимаю. То ли нам и карма дает ХП, то ли нам и... То ли какие-то другие, в общем, выскакивают. Ну что сейчас? Что здесь произошло? Привет. Ты кто? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Это какие-то злые уже волки пошли. Слушайте. Это вообще какие-то злые волки пошли. Нифига себе, меня сейчас убьют. Жесть. И что мне делать? Я не знаю. Я не знаю. Я, в общем-то, понятия не имею, о чем не делать. Волки как выпрыгивали, так и выпрыгивают. О, немножко здоровья мы прихватили. Ух, ё. Всё, крышка нам, по-моему. Может и нет. Давай. Беги. Не, я чувствую, я сейчас так добегаюсь. Давай, 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 давай. Блин, жесть какая-то. Слушайте. Давай, 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 давай. О. Здоровье вроде тоже восстанавливается потихонечку. Ещё одного отстрелили. А-а-а. Блин, этот здоровый кусает просто нереал. Блин, а чё он не умер-то? Жесть. Я ещё жив. Блин, у меня энергия кончилась. Шляпа. Фу, ещё одного. Держись, 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 держись. Чуть-чуть осталось. Фу, босс остался один. Хорошо, хоть он, это, замирает, в общем, прежде чем атаковать меня. Фу, ещё одного кокнул. Блин, жесть. Ох ты, сволочь, у меня вообще хп не осталось. Чё делать, не знаю. Ах ты, сволочь, ну что ты творишь-то, а? Ай, воскресить игрока за девять, воскресить эскейп. Давайте. А, вот оно как, значит, это происходит. За карму, в общем, воскрешаешься, прям здесь. И всё. Да, но... В общем, бегать-то от него я мог сколько угодно. А вот, ха-ха-ха, убить, чтобы его... Это приходится очень долго. Всё, пойду закликаю его нафиг. Сдохни, урод. Фу! Так, вывели мы какой-то топор. Цена была... ...высокой. И тут у нас ещё куча всего. Э-э-э... Шапка монаха там, ещё какая-то ерунда. В общем, всё, мы прошли миссию. Ба-а-а, посмотрим, что нам дали. Что мы навыбивали, какой-то плащ галимый. Давайте его оденем. О-о-о, смотрите-ка, плащ появился. Прекрасно, прекрасно. Так, шмотки у нас... ...требуют уровень два. Стоп, а у нас чё, какой? Первый, что ли, всё ещё уровень? Мы ещё даже не качнулись. Обалдеть. Чё ж так долго-то? Требует уровень четыре. Требует уровень два, уровень два. Да! Можно, кстати, транспутировать... ...трансмутировать все эти вещи. Э-э-э, надо было вот здесь ещё понавыбивать. Сколько здесь хп-то было, слушайте. Многовато было хп-то. Ладно, погнали назад в деревню. Назад в деревню. Миссия завершена. Прекрасно. Что нам дали? Нам дали карму. Нам дали опыт, значит, за босса, вон сколько, 990. И, в общем, да, мы качнули второй уровень. Он нам говорит, молодец! Мы отомстили! Спасибо! Левел ап у нас был. Итак, теперь мы второго уровня. All cannon abilities receive a bonus. Skill is increased. А, ну вот, мы можем выбирать, видимо, куда мы пустим весь опыт, который нам дали за второй уровень. Ну, я как качался в канне, так и буду. Что я... Это что я? Выбираю, что увеличить? Или... А, это... Это что у меня увеличится, в общем. Плюс 20 хп, плюс 3 к скилу и вот дальше по убавлению. Что, неплохо? Такая вот макро... Серая шапочка бегаем здесь. И у него опять новая миссия. Ну, что ж, дорогие друзья, я много показал. В принципе, все уже... Все уже понятно. Все уже понятно насчет этой игры. Ну, да. Единственное, что здесь развлекает, это развлечь может. Это то, что мы можем сыграть с друзьями. Конечно, безусловно. Но я чувствую много, очень много, конечно, требуется нам кармы. И потребуется на всякие разблокировки и прочее, и прочее, и прочее. Но все это можно избежать, просто играя бесплатно, совершенно. Что я скажу? Клон Диабло. Когда люди делают клоны, то есть, они больше падают в моих глазах. Вот так вот Американ Маги, конечно, перешел от Алисы к, да, клонированию игр. Ну, не очень это хорошо, конечно, не очень. Конечно, долю своего он внес, но опять же, это все то же самое. Как так можно? Я сокрушаюсь по этому поводу. Ну, что ж, дорогие друзья, у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. И советуйте друзьям. С вами был Гидрон. Всем спасибо. И до следующей миссии.